Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня займемся рукоделием. За моей спиной 4 бочки и Кум. Кум открыл магазин спецодежды, а торговое оборудование нынче стоит, ну, очень дорого. И мы с ним решили, что можно из бочек сделать отличную витрину. В общем, будем пробовать. Обязательно покажу, что получилось. Погнали! По поводу цены бочек красные нам обошлись по 200 рублей. Мы их купили на скупке металлолома, а зеленый бесплатно. У нас знакомый работает в автосервисе, и у него вот из-под ГСМ есть бочки. Соответственно, все 4 бочки можно было купить по 200, и у нас цена проекта всего лишь 800 рублей. Давление есть внутри, поэтому прежде чем резать, надо все вскрыть. Опасненько! Так, там внутри еще есть масло. Сейчас мы его будем сливать и долго думать, как нам от него избавиться. Потому что бочки будут стоять в магазине, и не хотелось, чтобы они воняли маслом. Так, сливать масло будем следующим образом. О-о-о! Красавчик! Что-то вот там много этого масла, я бы так сказал. Смотрите. Нормально так. Так, у меня будет много масла для того, чтобы в кузнице потом закаливать что-то. И вот так мы все 4 бочки опустошаем. Слушай, ну тут уже литра полтора-два, наверное, да? Еще разлили. Нормально, еще разлили сколько? Вообще нормально. Для ускорения процесса мы решили положить все бочки на бок, чтобы масло стекло, и дальше мы перевернули, и оно вытекло. Потому что та бочка уже стоит минут 10, и с нее все еще течет. Прям много масла у меня сегодня получится. Вторая бочка. Скоро ведро будет полное. Вот так выглядит бочка внутри. Она достаточно чистая. Надо будет сейчас избавиться от остатков масла. Для того, чтобы избавиться от масла, мы используем универсальный обезжириватель. Тряпочку промокаем и протираем. Не, остатки масла можно так вот сжечь. Так, три бочки мы уже испортили. Сейчас их очищаем. Осталась четвертая. На ней будет у нас кофемашина стоять, кофейный столик. И внутри мы хотим сделать, ну, чтобы вот все кофейные принадлежности стояли внутри. Соответственно, сейчас нужно выразить из нее дверку. Дверь у нас будет размером вот отсюда. Сюда достаточно большая. Ну, и, соответственно, вся надпись «Лукойл» будет открываться. Две петли. Одна будет стоять. Да, мы, кстати, закрасим. Скорее всего. А может быть. А может быть и нет. Вторая петля будет вот здесь. Размечаем под петли и сразу прорезаем. Петли вставляем и будем все вырезать. Дверь. 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 Ну, а теперь прорезаем дверь до конца. И будет хорошо, если она откроется. Момент истины, откроется или нет. Откроется. Откроется и там очень много масла. Ага. Ну, в принципе, работает. Решили покрасить, чтобы не рекламировать лишний раз кастрол. Да и черный как-то поприятнее выглядит. В общем, друзья, вот такая вот штука у нас получилась. Как вы догадались, у Кума свой магазин спецодежды. И вот так мы решили выставить обувь. Бюджетно, брутально, прикольно и интересно. Это был Миклуха Макфай, друзья. Делайте вещи своими руками. Пока-пока.